В этом году 25 госпрограмм будут профинансированы из госбюджета. Более 9 миллиардов рублей направят на реализацию проекта образования и молодёжная политика. На втором месте по затратам здоровья народа и демографическая безопасность. Свыше 8 миллиардов предусмотрено на управление государственными финансами и регулирование финансового рынка. Экспорт куриных яиц из Беларуси в Россию с начала года увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минсельхозпрода, объёмы производства яиц в нашей стране позволяют поставлять до 30% на зарубежные рынки – основное направление экспорта РФ. Беларусы в первую неделю 2024-го вложили 5,5 миллионов рублей в цифровые облигации отечественных предприятий. Белорусские инвесторы стали чаще покупать токены в национальной валюте, этому способствуют высокие ставки доходности до 21,5% годовых. Также много компаний-эмитентов заинтересовано в привлечении инвестиций именно в рублях. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского городсполкома предлагает освоить новые специальности. Список востребованных профессий широк. В городе требуются водители-погрузчика, троллейбуса и автобуса, повара, кладовщики и другие. С подробным перечнем можно ознакомиться на сайте городсполкома. В среднем обучение длится от 1 до 2 месяцев. 17 января пройдет торжественное открытие 20-го турнира на Кубок председателя Бобруйского городсполкома среди команд подразделений пожарных спасателей. Бороться за звание лучших будут как белорусы, так и гости из Нарафа, Минска, Южной Осетии, Абхазии и Калининграда.